История этого дома ребенка почти 100 лет. С 1922 года в Усть-Цесольске работал дом матери и младенца. В нем с 10 мамами находилось 40 малышей до 3 лет. Тогда в учреждения принимали детей, чьи родители трудились на социалистической ниве. Дом ребенка менял место жительства несколько раз. И в 2007 году, после капитального ремонта, проведенного, мы въехали в это прекрасное здание, в котором сейчас дом ребенка располагается. За прожитый домом ребенка вековой период специализация кардинально изменилась. Теперь малышей стало меньше и отдают их сюда совсем не из-за работы мамы. В доме ребенка воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. Еще в советские годы существовала практика шефства над различными, в том числе и медицинскими учреждениями. Сейчас поддержка и помощь переросли в формат попечительских советов. Есть такой и у дома ребенка. С большинством вопросов, которые не входят в финансовый план организации, обращаются именно к ним. Проблематика решили, что деткам кондиционеры устанавливать нельзя у них, а солнечная сторона всего этого здания, с этой стороны, очень дискомфортно находиться в помещении во время того, как солнце печет. Просто банальные рулонные шторы, которые есть, они небольшую сумму составляют, но в бюджете не заложены. Конечно, печители буквально в течение недели проблематику решат. Коробки подгузников, которые требуются регулярно, салфетки, методические материалы и игрушки, да даже благоустройство и уборка территории, в этом тоже помогают попечители. Когда к нам в состав попечительского совета пришел отец Максим, мы посчитали, что, наверное, это не самая главная материальная поддержка. Тем более, что вообще-то детский дом сегодня обеспечивается государством, обеспечивается немного. И мы обратили внимание на то, что в детском доме есть мамочки, которые не совсем еще безнадежные. Одну из любящих мам, оказавшуюся в сложной ситуации, поддержали добрым словом и делом. Попечительский совет помог приобрести комнату с использованием материнского капитала и сделали там добротный ремонт, устроили на работу. В итоге женщина смогла забрать малыша в собственное жилье. Возвращение ребенка в родную или приемную семью – главная и желанная цель. А пока его дом – это дом ребенка, все взрослые, работающие там, окружают любовью и заботой, важной и нужной каждому ребенку. Ну, естественно, самое главное – это оздоровление. То есть для детей проводится закаливание, процедуры, которые способствуют оздоровлению, лечению массажем, лечению лечебной физкультурой, физиопроцедуры, которые назначены, все проводятся. То есть весь спектр, который могут назначить, он у нас есть. Движение для ребенка – это органическая потребность, поэтому в каждый день каждого ребенка встроены физкультурные занятия и ЛФК. В небольших группах – 2-3 человечка или индивидуально. Здесь можно бегать, прыгать, качаться и кататься. Удовольствие и радость от процесса маленьким спортсменам просто гарантированы. Что у нас входит в наши занятия? Это занятия по стопотерапии, да, хождение по дорожкам, это сухой бассейн, это упражнения на мече, это занятия на мягких модулях, ну и с остальными атрибутами и снарядами, то, что соответствует ребенку на батуте. В доме ребенка сейчас 30 деток. Большая часть из них с неврологическими диагнозами и проблемами опорно-двигательного аппарата. По назначению педиатров и неврологов малышам вместе с медикаментозным лечением делают профиновые аппликации, проводятся акватренинги. Отдельного внимания заслуживают сеансы ипотерапии. Детки на свежем воздухе общаются с животным, а тело трудолюбиво балансируют, тренируя множество мышц и формируя осанку. Еще одна палочка-выручалочка – пневмокостюмы, которые помогают ослабленным малышам стоять, ходить. Маленький шаг в сторону самостоятельного передвижения. И нужный, и взрослым, и детям особенно – массаж. Он благотворно влияет на весь организм. Мышцы расслабляются или укрепляются. Травоснабжение улучшается вместе с настроением, ведь добрая тетя всегда улыбается и что-то рассказывает. Для них это очень важно, потому что не хватает материнской любви, ласки, доброты. И когда мы их погладим, это для них такое счастье, такая радость. Они прямо готовы бежать сюда с большим-большим удовольствием. Чаще, конечно, мы отдаем им свою положительную энергетику, да, но от них тоже забираем. Вот нравятся детки, берешь когда на руки, они хихикают, улыбаются, радуются. Их хочется и потискать, и посюсюкаться с ними. Конечно, конечно, мы им, они нам обязательно. Доброта такая штука. Вместе с работой с физическим телом уделяется внимание и росту ментальному. У многих ребят в диагнозе задержка речевого и психического развития. И работать с этими сложностями надо планомерно и ежедневно. Знания и навыки надо постоянно повторять и расширять. В этом воспитанникам помогают педагоги. Есть занятия по сетке занятий, например, музыка, физкультура, познавательное развитие детей, сенсорное развитие речи, занятия с логопедом ежедневные на протяжении всего года. Но есть, например, игры-занятия, просто дидактическая игра, какое-то наблюдение, экскурсия. Любое занятие и игра откладываются в голове ребенка и не проходят впустую. Поэтому педагоги стараются дать детям как можно больше. Музыкальные занятия с прослушиванием разных мелодий и звуков. Настоящие театральные постановки, как для воспитанников, так и с участием самих детей. Рисование с целыми выставками работ. Отдельные кабинеты для занятий по методике Монте-Сори. Развитие мелкой моторики, сказкотерапия. Очень многое здесь сделано руками изобретательных взрослых. Вот специальная комната, где агрессия убегает, а страхи исчезают. В сенсорной комнате дети как будто приходят в волшебную сказку, где все звучит, мерцает, поет. Они чувствуют здесь себя в комфортной, безопасной среде. Дети начинают успокаиваться в этой комнате, снимаются страхи, эмоциональное напряжение. Профессиональная помощь и уход, лечение и обучение дают хороший результат. Но все это вкупе не было бы так эффективно без той любви, которую каждый взрослый в доме ребенка хочет подарить малышу, окружая его вниманием и заботой. Когда люди от чистого сердца дают свое тепло, что ли, душевное детям, ну, как бы от этого и весь результат более, как бы, виден лучше. Ну, дети как бы, как в семейных, скажем, каких-то вот условиях живут, то есть они получают, ну, развитие у них лучше, конечно, благодаря этому. Малыши попадают в дом ребенка в разном возрасте, иногда совсем крохами. Они в буквальном смысле растут на глазах педагогов и медперсонала. За это время сложно не прикипеть душой. Но дети находятся в учреждении максимум до 4 лет. Идеальная ситуация, когда после дома ребенка воспитанник уходит в семью. Отпускаем. Если человек хороший, то почему не отпустить в хорошие-то? Мы же своих детей отпускаем куда-то, если это нужно, если мы понимаем, что это нужно. Да, конечно, плачем, когда с детьми прощаются. Собираем рюкзачок, в который кладем игрушки для этого ребенка, приобретенные. Какие-то фотографии. Сыктывкарский специализированный дом ребенка – не казенное учреждение, а в буквальном смысле дом, где малыши круглосуточно окружены вниманием и заботой. Смотря на то, что дом ребенка несколько раз менял место жительства, коллектив дома ребенка работает очень сплоченно. И все сотрудники очень трепетно и нежно, и с большой любовью относятся к своим маленьким воспитанникам. Наша основная задача – не просто, чтобы дети здесь жили, а здесь сохранить какую-то радостную, душевную, очень нежную и семейную атмосферу, сохранить и укрепить здоровье наших детей. У каждого малыша должна быть семья. А еще дети не должны болеть. Но такое, к сожалению, случается. И в наших силах им помочь. Уже в эту субботу, 1 июня, в 12.00 на телеканале «Юрган» стартует благотворительный проект «Юрган. Дети». Собранные средства мы передадим в региональный благотворительный фонд «Сила добра». Встретимся в прямом эфире или у фонтанов Сыктывкарской мэрии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова